и тут уже можно начинать всем здрасте у нас сегодня тема которая называется интернационализация и локализация вот это очень важная тема для всех проектов в которых планируется вообще взаимодействовать с пользователем на каком-нибудь языке кроме вашего родного или кроме английского потому что считается хорошим тоном в общем-то разрабатывать на английском шансы что к вам сообщество придут люди которые вам помогут они случае использования английского языка выше вот есть такое мнение что возможно скоро таким языком станет китайский а возможно и не скоро с учетом отношения самих китайцев к этому к этой проблеме она неоднозначно вот соответственно процесс интернационализации локализации я специально не говорю слово перевод потому что помимо перевода очень много чего нужно для того чтобы ваша программа нормально заработала в другой стране на другом языке и так далее да фактически эти два слова означают два принципиально две принципиально различные стадии работы с программным продуктом интернационализация это приведение исходного текста вашу программного продукта а также сопутствующих ему сопутствующих ему воркфлоу к в готовые для последующей локализации состояния потому что изначально программа которую пишут скажем домашки да и непригодны к локализации мы не можем взять и сделать из них перевод вот просто так да а уже локализация это как раз частным случаем именно локализация является перевод это как раз адаптация культурных и изовых языковых предпочтений в программ обеспечения также в его сопутствующих материал сначала мы переписываем код таким образом а также возможно организуем рабочий процесс чтобы локализация в том числе перевод были вообще возможны а потом мы собственно занимаемся этим сам переводом надо сказать еще что поскольку слово интернационализации довольно длинная в обиходе используется сокращение и 18 н и 18 н это и еще 18 букв и n в конце вот ну то же самое по примеру интернализ интернационализации сокращают и слова локализация но здесь уже скорее традиция чем необходимость вот надо сказать что эта лекция изначально выросла из лекций который прочел андрей черепанов это один из таких старейших членов нашего сообщества линок steam 20 и вот тут много чего сейчас он просто очень много всего делает для team а в те поры это была лекция 2007 года в те поры он курировал сообщество русского перевода к д е это был довольно серьезный процесс достаточно хорошо поставлены поэтому кому как не ему я передоверил читать значит эту лекцию вот все это значит конспектировал и даже как-то кажется снимал евгений сыромятников который мне тогда помогал с работой почему-то фотографии с конспекта этой лекции иллюстрированы фотографиями вовсе не андрей черепанова сами знаете кого я не знаю почему так вышло это не андрей черепанов нет вот в это время андрей черепанов тут тут же рядом сидел значит стоял читал лекцию нет вот надо было снимать другого человека ну вот значит но все равно спасибо я по этому плану собственно всем все свои лекции по интернационализации дел смотрите когда речь идет о б собственной локализации да то есть об адаптации языковых культурных предпочтений перевод сообщениях о котором мы будем говорить все оставшиеся значит нам на сегодня время это очень небольшая часть всего комплекса работ которые нужны для того чтобы ваша программная обеспеченность стала действительно локализован вот пункт 1 это сообщение тексты в составе программной обеспеченность вот пункт 2 от которого тоже вот особенно в случае игр изначально написанных на китайский или россии или или японский лекарь нет корейцы там все-таки буквы на китайский и японский рынок размеры оформления интерфейсных элементов всего уикса до классическая ситуация что какой-нибудь магазин игр в какой-нибудь huawei выглядит как такие иконочки 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 дальше место для пяти шести букв потому что там 5-6 иероглифов более чем достаточно всем кроме русских вот и там дальше какие-то страшные сокращения вот да у и или или более сложной ситуации язык вообще right to left написание и соответственно у вас вся у их сная часть должна быть перелопачена таким образом чтобы носители носители языка в котором пишут справа налево могли этим вообще пользоваться значит дальше изображение изображение во первых на них может быть текст это значит изображение надо приводить а во вторых культурная атрибуция потому что во многих языках во многих культурах даже наши вот обычные жесты типа вот этого или вот этого могут означать неприличные вещи и в этих культурах значит используются другие обозначения для того же самого вот значит управляющие клавиши внезапно до control c control b поди значит каком-нибудь особенно в японских это процветало значит в японском софте они конечно же не пользовались всем вот этим потому что у них были вообще свои кодировки свои раскладки вот эти клава тура страшная китайская страшно клава тур и управляющий клавиш тоже были привязаны к другим совершенно последовательность вот дальше вообще параметры чувствительны к локали напоминаю что локаль это такая настройка тех самых языковых предпочтений с точки зрения разных типов данных представление чисел представление денег представление дат и так далее и так далее и так далее в общем очень много чем управляет локаль и все это тоже должно быть вашей программе потому что иначе будет не очень приятно когда у вас вместо десятичной запятой будет десятичная точка ну ладно это еще мы привыкли вот к этому а если там у вас внезапно вместо знака рубля будет знак доллара то это может быть даже и не хорошо вот значит такая же история с какими-то ссылками на внешние ресурсы которые могут быть у вас у вашей в конкретной стране например совершенно другими тех поддержка в другом месте телефоны издатель все вот до формат даты больше свой мозг выносит говорит сокращение сатаре тоже правда выносят хорошо выносит мозг формат дата у всех раз вот кстати сказать если вы думаете что в только в российском в российской локале десятичная . является десятичной запятой то нет например в датской тоже внезапно иногда иногда нужно и на еще носить с собой шрифты потому что у вас там какой-то артворк в этом артворке шрифты эти шрифты должны быть адаптированы тоже и это тоже кстати большая беда всевозможных опять же игр в которых вместо четырех иероглифов нужно написать 18 букв и там такие сплющенные значит страшные шрифты причем они всегда разные потому что если влезает то они будут не сплющен ну короче вот это все тоже нужно делать на этом дело не останавливается у вас есть также не программные объекты вашем программном обеспечении особенно если это большой коммерческий проект ну во первых есть программные объекты это электронную документацию которую тоже надо переводить help и надо переводить всякие редмишки халтушки вот это все вот во вторых не программные всякие штуки например шаблоны документов да вот но бумажку все это надо переводить адаптировать и так далее и так далее большой проект много всякой работы мы с вами будем говорить только про перевод не обессуется вот значит если говорить про перевод то чего собственно может понадобиться помимо инструментов непосредственно интернационализации то есть того как пишутся приложения чтобы их потом можно было переводить что нужно еще для локализации какие-то общие словари раньше здесь стоялась ссылка на некий общественный проект под названием янг ком который собирал унифицированную терминологию по по переводу на английский язык и english компьютер вот но что-то он последние много лет не движется я не знаю почему мне кажется что переводная терминология все еще не устоялась было бы неплохо как-то придерживаться единого словаря в особенности для терминов в терминах которые надо придумывать здесь сейчас да опять же почему-то сегодня все время параллели с играми в играх есть очень много внутриигровых терминов до которые тоже надо переводить на русский вот нет ничего хуже когда они в разных местах переводится по-разному вот но почему-то вот это движение так слегка при подзаглохо может быть все-таки русскоязычной терминологии как-то устоялась вот я не знаю вообще но в любом случае внутри одного проекта общие слова иметь точно на вот память перевода про который я говорил про который я говорил до начала лекции я повторюсь память перевода и это я еще раз про нее расскажу поподробнее эта ситуация когда у вас уже есть какие-то переведенные сообщения но сейчас таких сообщений вашим продукции нету вполне возможно они возникнут потом или возникнут очень похоже было бы неплохо не приводите их заново достать из этой памяти определение четкого перевода эта ситуация при которой у вас есть очень похожие сообщения в которой есть похожие терминологии но она например имеет другую структуру понятное дело что брать такое сообщение брать такое сообщение из один в один копировать из имеющегося нельзя потому что смысл у него может быть совершенно другой но вот наличие всех терминов правильных в этом сообщении очень поможет переводчику быстро его поправить поэтому так называемый фазе translation это очень важная тема мы ее сегодня увидим еще вариант который тоже присутствует а который мы тоже сегодня увидим это множественные формы опять вспоминаем значит нищебродские переводы вы получили дальше 101 камней да ну что-нибудь такое вот или там ну короче иногда даже в английском языке не заморачиваться этим и пишут там stone в скобках с да вообще-то вообще-то множественной формы имеют вполне себя алгоритмизированная структуру один камень два камня четыре камня пять камней все и дальше там с десятками еще и сотнями вот и это все переводится разумеется вот возможно возможно и об этом я как раз говорил перед лекцией есть и более сложные инструменты которых мы рассматривать не будем потому что я их руками не щупал например в случае перевода на русский язык вообще-то или сыр русского языка что еще страшнее вообще то есть понятие слова формы да хорошо англичанам которых нет падежей да а вот когда мы переводим на русский одно и то же одно и то же словосочетание одно и то же даже часть предложения кусочек может быть в разных в разном времени в разный в разном в разных падежах вот в разном лице ну вот это вот все вот сейчас стало модно применять искусственный мозг какой-нибудь сеточки трансляционные для перевода всякий google translate у нас даже в прошлом году был проект семестровые у людей которые к которому они решили подключить google транслятор их сообщениям и тем самым значит обеспечить перевод на сразу там чуть порядка 40 языков вот выяснилось что api google translate и настолько сложный что в результате семестровый проект состоял в том как подключить google транслятор для перевода на 40 языков и больше ничего не умел вот но естественно он был зачтен людям такие дела вот иногда даже естественный мозг для трасс для перевода применяют хотя конечно это бывает не часто хотелось бы чтобы чаще вот это что касается самого процесса локализации что же касается централизованных инструментов то у всяких всяких значит порталов на которые можно зайти они работают их в общем тысячи реально то есть не тысячи но реально десятки я хотел обновить список свободных инструментов хотя бы свободных и написанных на питоне точнее свободных написанную на питоне я бы просто свободу и вынужден продираться просто через десятки каких-то порталов которые обещают вот беспроблемный гладкий красивый отличный перевод совместный бла-бла-бла-бла-бла зарегистрируйтесь без sms вот это все еще премиум доступ вот из этих порталов наверное самый вменяемый transiflex вот в котором я кажется даже зарегистрирован и кажется даже чет перевожу 20 это пожалуй самый 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 разумный всех таких порталов у него чуть ли не свободное заведение проектов если они под свободной лицензии логин из гитхаба и проще плюшки 20 инструмент редактирования ну так себе я к такому не привык вот есть парочка инструментов достаточно привычных приличных которые используются для организации совместного перевода и они при этом свободны вот вот я из них выбрал два написанных на питоне как видите последний комит 34 минуты назад 60 тысяч комитов очень живой проект и этот самый понтон это мазила мазин мой порядка то с помощью которого происходит локализация мазила я думаю что он тоже весьма живой вот куда он денется последний комит вчера 5000 комит вот эти два проекта если вам хочется развернуть свой собственный инструмент если не хотите пользоваться транзифлексом а хочется свой собственный инструмент перевода вот один из них оба написаны на питоне вот понятное дело что и в том в другом изрядное количество джава скрипта без этого сейчас никуда совсем никуда вы не тут за чисто хдм и смотрите как интересно то есть он там есть но копейки вот забавно ну вот значит еще немножко бла-бла и когда бла-бла закончится мы наконец перейдем к практике как вообще можно переводить программу в которой есть там принт чего-нибудь вот содержимое этого принта как переводить есть вариант первый в котором я довольно часто встречался в прошлом тысячелетии называется как это период когда тактика перевода для бедных берем копируем все исходники переводим в них строчки на русский язык вот при всем своим идиотизм и потому что ну понятно да у нас получается два набора исходников какие-то изменения в одном требует изменения в другом при всей своей глубочке у этого подходе есть один важный плюс это адаптация сложного у и если у вас устроено приложение таким образом что у него там с точки до сантиметра вымеренные рамочки все остальное и это какая-то фишка например это какая-то за счет какая-то гламурная игра там еще что такое то вам придется все равно этим заниматься это значит что копирование исходников из одного в другое место не такая уж плохая идея все равно придется эти патчи каким-то образом сопровождать вот но на этом все да такая стратегия она конечно очень проигрышный для разработчиков им приходится заниматься кучей кучей похожего но разного кода это не интересно еще одна стратегия перевод под идентификатором когда у вас условно говоря номер сообщений в коде а сама сообщение где-то в отдельной базе лежит и ваша стратегия перевода вот эта условная функция translate ходит к этому сообщению его будет вот главный недостаток такого перевода программист нифига не понимает что здесь написано ему всегда нужно иметь открытую вот эту базу туда ходить и как-то вот одним глазом значит смотреть на то что тот код которым пишет а другим глазом или третьим подглядывать а что это за сообщение к такая вот это до какой-то степени неудобно если только для программиста не написано такое специальное специальные дешечка который во все это умеет вот автоматом вот и вообще для переводчика тоже в результате понадобится такой же инструмент потому что он не имеет дело с каким-то контекстом вообще не понимает ему просто кучку сообщений выдали он их переводит вот и ой вот это довольно часто используемые тактика для всякого промышленного программирования типа тех же игр вот очень частая ситуация в этих случаях это когда людям которые переводчиком которые должны переводить сообщение вообще про контекст ничего не говорят совсем вот и получаются всякие мемчики типа отмены отменить перевод это крепкий и так далее потому что люди просто не знают что не переводит контекст до них не доносится вот инструментов донесения контекста хотя бы я не знаю там картинка у и который ты переводишь никогда в жизни не видел чтобы так делалось ну на автомате наверное только вот людям присылают модель этого и говорят вот здесь переведи кнопочку отмены отменить классика жанра вот ее даже 40 сокращение стоп на вспомнил вот и наконец тот то та тактика которой мы с вами займемся это такой перевод по примеру в котором идентификатором сообщения является саму сообщение на исходном языке например на английском хотя это не обязательно то есть фактически вы вызываете функцию translate прямо на том сообщении которую вы выводите с указанием языка на который нужно перевести вот в реалайфе как правило это все сокращается до вот такой конструкции чтобы как можно меньше синтаксического шума было в процессе именно интернационализации до интернационализация в данном случае заключается в том что вы берете в те строчки которые следует переводить вот в такую конструкцию это вызов функции под названием подчеркиваем на самом деле вот а язык на который переводить обычно либо берется сразу из установленной системе локали либо задается отдельно заранее потому что вряд ли вам придется большинстве случаев вряд ли вам придется внутри приложение переводить сразу на несколько языков одно и то же место да вот есть окошко это окошко наверное переводится ну скажем на русский задали язык русский перевод тем самым мы вот этот принт очень мало отличается от того print который был в не локализованы не интернационализованной программе вот есть одна интересная тема связанные с этим это случайное совпадение разных по смыслу исходников вот как та самая надпись на кнопки отмена отменить у вас есть две кнопки да одна из них чё там он ду другой консилы что-нибудь в этом духе да вот в двух разных местах лежат эти переводы они очень похожи и одно анду придам как отменить и консил как отмена или чем такое переводится и потом насчет люди бесится с этого периода вот но и да в случае когда у вас идентификатором сообщение является самого сообщения это сплошь и рядом особенно если эти кнопки даже не похожи и просто одинаковые в одном месте слово сейф будет означать сейву через в означает сохранить там на диск да а с другом в другом месте слова сейф будет означать что-нибудь про безопасность неважно что завод или там сейф в одном случае сохраненном другом случае спасено вот в этом случае у вас нет возможности четко ну то есть вам придется прислать прослеживать контекстом но даже если вы проследили контекст 1 один и тот же сейф переводить два раза в разные места просто так нельзя вот и с одной стороны это плохо а с другой стороны а так ли вообще ну плохо для переводчика что мы не можем это сделать а с другой стороны так ли вообще хорошо что у нас в принципе совпали одинаковые слова что у нас в рамках одного приложения слова сейф написано на кнопочке означает раз наверное у человека который работает с непереведенным английским интерфейсом будут те же самые проблемы вот и второе в принципе мы это сейчас посмотрим по крайней мере теоретически есть возможность сменить контекст так называемый домен вы если у вас действительно есть необходимость перевода одних и тех же примерно терминов в разном ключе например один одна один вариант перевода это интерфейсные какие-то менюшки а второй вариант перевода это например сообщение от персонажей которые там привязаны к контексту в котором персонажи эти бегают фэнтезийном еще каком-нибудь просто делайте два разных домена и один период включаете в один домен другой в другой и соответственно переключаясь между домен вот дан чем больше вы будете вставлять в ваш код избыточной информацией так я именно про это да значит смотрите да нет слушайте это гораздо проще делать это как раз делать с переключением домена если вы говорите про то что у нас условно сообщение может быть одинаковое перевод должен быть разный да это делается просто переключением домен то есть это это задача решаем главную задачу которую мы хотим решить в процессе интернационализации то есть на первом шаге это как можно меньше вносить синтактического шума в исходный код и чем меньше у нас будет вот таких вот бессмысленных бессмысленных сообщениях который смысл которых смысл которых нам доступен только из-за внешней перевода тем лучше поэтому я конечно вот за этот этап вот ну вот кажется я сказал все а да главный недостаток перевода по примеру состоит в том что строки которые надо переводить приходится выковыривать из исходников а эти исходники могут написано быть на очень разных языках программирования и там могут быть всякие интересные и даже не про не языках программирования а например в ежи перевод того же того же ресторан текста да вот соответственно вот второй вариант хорош тем что вы поставили вот этот номер и вас не волнует ваша api по переводу ссылается на номер а ваша база данных переводов это но и превращает в текст а здесь вам придется как-то поискать всех нам питоновском джаваскрипт нам тексте вот этот фрагмент опознать его распознать его как некоторые фрагменты и как-то его перевести требуется синтаксический анализ но с другой стороны как правило синтаксический анализа 3 языков программирования это первое что пишет языков программирования поэтому это не да не такая уж большая проблема просто сложно перевод по примеру какой момент происходит перевод по примеру в момент вызову вот этой функции а что такой перевод момент когда переводчик его перевел а предположим когда речь идет о каком-то у и приложение наверное плохо переводить во время рендеринга страницы потому что нет нет погодите никто не рендерит страницу до того как на ней появится текст сначала на ней появляется текст потом страница рендеринга да но наверное хочется чтобы вот в рендерингу страницу текст уже прилетел переведен да так и будет так и будет вот видите сначала он переведенный вот эта функция перевода translate а потом будет print но предположим получается возможно ситуация когда сильно большая задержка перед тем как мы нажали на кнопку и у нас должна поменяться окошко даже окошко должна быть перед этим переведено на стороне приложения вы как это тысячелетиям не ошиблись в своих предположениях подменить одну строчку на другую это микросекунды одну сделать обращение переводчику мне кажется какому переводчику переводчику переводчик это просто база данных строк как как вот это вот строка заменяется на русский мы сейчас не говорим про вызов внешнего транслятор разумеется конечно 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 если это непонятно изначально то обратите внимание что я вообще не говорил про использование каких-то внешних инструментов для самого процесса ну до запуска программы да я говорю про только как перевод происходит но я понял да сейчас это стоит упомянуть да хорошо стоит упомянуть что мы сейчас вообще не говорим про ситуацию когда сам перевод происходит в real time перевод это то что переводчик уже сделал ну вот значит инструмент наиболее популярный реальный популярный инструмент включенный между прочим в питон и какое-то время назад именно на нем у меня были основаны лекции вот этот вот эта лекция по переводу называется get text у него есть питоне бензинг прям модуль этот модуль никто выкидывать не собирается вот по нему есть очень неплохая документация по нему есть очень неплохие примеры тут даже что-то потихонечку развивается хотя недостаточно быстро как не так как быстро как мне хотелось бы вот и так далее вот методичка по переводу побеги тексту тут прям если вы пользуетесь хотите использовать именно get text для перевода ваших вашего приложение например потому что это очень-очень маленькая приложение и вы не хотите чтобы не было зависимости от бабеля ставить бабе то вот как бы видите он тут даже посещенные ссылки то есть я вообще-то эту методичку читал относительно недавно в этом броузере вот но мы с вами будем использовать более мощный инструмент который называется бабе вот это не подумайте это от слова бабе вавилон вот который предназначен для перевода не только питаниях ну например джиоскриптовых на приложение кто же вот и он предопределяет некоторого фло по работе с по работе с кодом на питоне а также между прочим и не на питоне да бабель отлично сопрягается с сфинксом вы можете переводить документацию на сфинкс и написанную с помощью бабе он кажется даже кто-то из них тянет кажется сфинкс за собой бабе просто тянет потому что он умеет в этом вот значит как происходит интернационализация нашего текста для начала мы в нашей программе определяем некоторую функцию который будет переводить например согласно традиции она может называться подчеркивание просто чтобы меньше тактического шума волос и этой функции мы обмазываем все строки которые нуждаются в переводе по умолчанию что бабе что get текст устроены таким образом что если перевода нет вам возвращается просто строка обратно никакая не переведенная и ничего не творится плохого это достаточно удобный инструмент чтобы когда у вас ничего еще не приведено тем не менее тестирует что интернационализация то есть подготовка к переводу уже готов кстати сказать есть проблема переводов перевода их стрингов в питоне какого бы то ни было вот и в стрим переводить очень сложно понятно почему потому что вам придется переводить вот такую конструкцию а в этой конструкции уже подставлено какое-то значение переменной динамически то есть когда вы вызовете что-то типа translate дальше string дальше там значение переменной то вот эта строка не будет идентификатором вашего перевода идентификатором перевода будет строка где все эти подстановки уже сделаны и тут мы за что упадаем в такую бездну динамических значений вот этого всего вся эта машинель и перестает работать перестает работать перевод по примеру потому что это не эта строка не является пример примером является строка f здесь содержимое переменной имя и был в принципе люди извращаются есть некий некая халту вас потому как переводите в строки выглядит она страшно не читаем а вот как то так вот и зачем это может быть нужно я совершенно не представляю себе потому что если динамически сформировали строку то скорее всего уже сформировали динамически то скорее всего вы не предусматривали что надо переводить если вы предусматривать что переведите просто пользуйтесь методом . формат у него слева будет переводимая конструкция справа будут постановывать значение которые подставляете все такие дела вот да я наверное забыл сказать мы про это еще поговорим что в файле перевода есть такие значащие комментарии она начинается на решетка запятая вот эти значащие комментарии ни в коем случае и решетка . кажется ни в коем случае нельзя удалять они управляют переводом вот в частности в частности этот самый пайтон дрейс формат это как раз проект про то что у вас есть конструкции скобочные которые переводить точно не надо внутри да если делается дня списка и что нибудь о а не раньше что нибудь например и вот есть ну слушайте да но как вы понимаете это просто спорт двух легасе давать вы вполне можете использовать нормальный бы тебе транслейт как вам удобнее в этот как правило в питом в питоне из по нижний подчерк не используется в качестве placeholder когда вы явно даете понять что вы не собираетесь ходить к этой переменной она даже называться а бы как но единственное место где это действительно используется напрямую вот по семантически это мачки из там прям нижнее подчеркивание имеет другой семантический смысл вас но именно в этом месте никаких проблем с да 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 но вы понимаете точно также не исключено что кто-то использовал слой транслейт как какую-то не а функцию например в математике так что конфликтный space of никто не отменял когда мы преобразу когда мы делаем рефакторинг кода тут невозможно нет почему вообще-то идентификатор идентификатор легко найти вот окей давайте все-таки до последней серия бла-бла и сейчас мы будем уже пытаться что-то делать руками как происходит процесс локализации нет вот-вот последний серебра чуть больше процесс локализации то есть уже перевода начинается с того что вы с помощью а нет все давайте делать руками давайте делать руками сейчас мы какой-нибудь это с прошлый год осталось напишем какую-нибудь программку датью напишем господи неважно какую-нибудь да вот у нас есть программка мы пишем значит чем мы пишем for и in range вот 6 print вот такая бессмысленная конструкция то . формат за ну да вот все прекрасно только нет да тут ничего не переведено вот что мы хотим сделать мы хотим обмазать эту вещь некой функции который будет заниматься переводом ну давайте так и сделаем так ну во первых надо эту функцию определить давайте мы на раза сбежим вперед и сразу сразу вот так вот сделаем у это надо пози это надо значит вперед забегать да окей давайте тогда заберем вперед вот этот процесс пропустим мы еще к нему вернемся значит как инициализировать перевод и как его по кругу обновлять просто здесь это написано теоретически а мы сейчас будем делать практически значит тогда пойдем чуть 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 дальше вперед сразу сразу начнем работать с гит текстом и так у нас есть понятие корпус перевода вот translation назовем вот прям то слышим он чё там get текст get translation наверное нет просто translation а вот дальше дальше нужно указать две вещи первая вещь это так называемый домен домен это контекст внутри которого вы собираетесь переводить как правило в подавляющем большинстве случаев он совпадает с названием приложения ну типа переводы для и там вот чего-то вот назовем его мыши г и вот второй параметр это каталог в котором будут лежать переводы этот каталог сейчас мы прибьем гвоздиками он будет лежать там не знаю в каталоге скажем то вот но в действительности его надо вычислять потому что когда вы устанавливаете ваше приложение то вы заранее не знаете где именно будут лежать эти самые файлы с переводом тут нужен абсолютный путь вот соответственно их надо вычислить вот например если вы в составе модуль установили ну значит там относительно того пути в который модуль попал да это бла-бла-дир бла-бла ну и так далее это все будет видно вот но сейчас мы не будем париться и положим вы просто в каталог под названием по вот определим функцию translation get текст по моему так георгий гуденович я вот не очень понял почему строки где текст не воспринимает а формат воспринимает чем кардинальное отличие потому что в строка когда она сформируется в ней будет подставлено значение переменной он их отлично воспринимает только вы не сможете под все значения этой переменной придумать переводы форматом разве не то же самое вот у нас просто подставится и чему равно значение вот этой строки вот этой выделенной войне нет ни она еще не выделены вот теперь она выделена в любой момент времени чему равно это значение этой строки ну и хило скобочки world восклицательный знак на каждом обороте цикла это константная строка равна этой константной строке больше ничему а если мы сюда подставим и скобочки напишем и то получим каждый раз разные строки 6 штук то есть мы будем передавать текст вот именно вот эту строку со скобочками а потом уже формат сделаем ну слушайте как написано так и написано а ну да конечно да 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 конечно конечно да 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 собственно я как раз про это хотел сделать вы хотел сказать совершенно спали вы просто забежали вперед конечно переводить надо то что переводится вот у меня есть сильное подозрение что сейчас эта программа даже заработает если только не ему надо сказать fullback равняется true да потому что иначе она так как раз упадет скажет перевод вообще не наизу а вот сейчас есть подозрение что она заработает пожалуйста она заработала вот мы даже можем знаете что сделать мы даже можем заранее сказать что помните был разговор про множественные формы мы сейчас эту программу чуть-чуть улучшим мы ее заставим ее переведем на английский для начала а именно мы ей переведем строчку в которой укажем две формы не одну сейчас секунду не здесь и не здесь а вот здесь так это должно быть где-то вот тут нет не здесь а вот тут так о смотрите все мышцы чтобы смотри что мы сделаем мы говорим здесь есть множественные формы давайте в случае если форма единственного числа будет вот это сообщение к а если фон внушную частоту вот это сообщение так и напишем что в результате получится в результате получится следующая штука что n get текст в зависимости от значения и нам выберет либо форму единственного числа либо форму мощного числа и и выведет это на экран проверяем сделать диапазон больше там например 11 а хватит 6 а вы хотите узнать 21 будет ли будет верьте мне 0 как полагается world one world и остальные тоже world если хотите 21 давайте попробуем вот так да значит ой а это английский язык это английский язык там так полагается так что никаких проблем с 21 у нас не будет вас я не помню 1001 или 101 тоже кажется тоже ну вот вот это нет ни русски в русском гораздо интереснее мы все это увидим не волнуйтесь ну вот смотрите мы даже немножко перевыполнили план значит мы сделали вот так вот сейчас мы его окончательно перевыполним вот все обмазали наша интернационализация закончена она закончена потому что мы обмазали все сообщения которые хотели переводить на русский на русский язык функции перевода и даже вызвали эту функцию перевода из недр перевод из нерв где текста вот только самого перевода нету и поэтому у нас работает опция fallback равняется вот теперь мы говорим как обычно пипен в шелл потому что мы сейчас будем сюда ставить бабель бабель вот еще раз повторяю что так или иначе перевести можно без применения бабеля когда вы будете запускать вашу программу когда будете формировать зависимости эксплуатационные бабель вам не нужен по крайней мере в этом случае потому что весь перевод придется с помощью гиттекста гиттекста встроен в питом но воркфлоу по переводу удобнее делать с помощью бабеля чем мы сейчас с вами займемся именно по причине того что у нас бабель является сборочной но не эксплуатационной зависимостью то есть он нужен при работе при разработке но не нужен при публикации я пипен в уговорю минус 2 вот в этом случае в этом случае в пип файл он прилезет в div packages ну вот и теперь мы значит плавно переходим к пропущенному нами началу первым делом вы должны извлечь из всех ваших расходных текстов строки которые вы пометили функции перевода и сделать так называемый шаблон перевода делается это очень просто выбабель экстракт и дальше нам кажется надо сказать минус минус help потому что я не помню какие у него параметры у него дофига параметров а input pass в основном больше ничего не нужно хорошо а ну output pass минус мк дирпо а нет точка минус о ну скажем мсг . пот там он мсг же вот традиционно по темплейт или пот или горшочек традиционно шаблон перевода называется горшочек вот давайте мы посмотрим что в него приехало смотрите наш пбабель смело распознал именно вызов функции get text и функции n get text и подчеркивание тоже как шабло как дефолтные значения для функции перевода вот и он создал шаблон перевода обратите внимание что здесь ярко жетлом нам вим ярко желтым подсвечивает незаполненные поля но в шаблоне ничего запоминать заполнять не надо вот вот сообщение n then вот ее перевод на непонятный язык вот сообщение hello world две штуки он видите распознал зная что ген n get text это функция для plural forms распознал что есть два варианта одной и той же строчки ее надо тоже переводить и на этом собственно все указал еще контекст вот это двоеточие хэш хэш равно это значащий комментарий означающий в каком конкретно контексте был найден этот перевод не так этот это затравка для перевода это шаблон перевода на произвольный язык здесь язык не указан вот это именно что на основании этого шаблона потом происходит собственно изготовление файл с переводом сейчас мы это сделаем изготовим файл с переводом для того чтобы изготовить файл с переводом надо запустить следующую команду которая называется а нет это старт чтобы изготовить файл с переводом надо запустить команду pbabile init вот значит что нужно указать этому иниту этому иниту нужно указать во-первых домен это та самая строка которую мы указали вот здесь вот в переводе вот здесь вот домен значит и мы сг маленькими буквами хорошо минус dmsg во-вторых input файл это что это шаблон минус и msg . под на основании этого шаблона мы сейчас генерим пример для перевода на русский минус l достаточно кажется спец нужна спецификация локали давайте мы ее просто с копипастим сейчас давайте посмотрим где и да 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 минусу это output файл это я да вот минус l это локаль ru ru t8 окажется все output directory output directory минус d минус d по вот что при этом произошло с каталогом полом в нем создал создался под каталог соответствующий локали в которой мы перевозим в нем создался под каталог соответствующий той отрасли локали которую мы переводим данном случае сообщения в нем создалось создался файл под названием домен . по вот в этом файле домен . по Нет сейчас еще ничего ровным счетом, но здесь уже содержится готовый перевод на русский язык, просто он пустой. Вот тут можно даже вставить, что это я переводил. Дальше идет описание документа, что это такое, что чарсет УТФ, перевод русский, видите, language.ru, помним, да, в локале код страны, код языка, код страны, код страны, кодировка. Вот. Оба сообщения этих пустые. Вот. Кстати, обратите внимание, что Гиттекст и Бабель знают, что для русского языка есть три варианта множественной формы, не два. Единственное число, маломножественное число, множественное число. Один стул, два стула, три стула, четыре стула, пять стульев. Вот. Потом мы еще будем читать вслух вот эту формулу, но пока что не пугайтесь, мы ее не читаем вслух. Вот. Я вангую, что сейчас наша штука продолжит работать естественным образом, никуда она не денется. Вот. Что делаем дальше? Дальше мы переводим. Собственно, в этот момент начинается работа переводчика, который редактирует файл ПО. Вот. Давайте мы его отредактируем. Что мы хотим? Мы хотим перевести это на русский язык. Да. Вот. Три варианта формы. Ровно в том порядке, в котором я сказал. Единственное, маломножественное, множественное. Привет, мир. Это было слово «привет». Да-да. Мир. Маломножественное число 2-3 мира. Маломножественное число 2-3 мира. Маломножественное число 3-3 мира. Да. Это еще не все. Это мы только перевели. Потому что по некоторым причинам, о которых я расскажу, простой текстовый файл достаточно неэффективно использовать в качестве хранилища переведенных сообщений. Там есть некоторый код, который надо выполнить. И, соответственно, для того, чтобы этот код можно было выполнить, этот файл надо скомпилировать. Опять-таки, ему надо... Текстовый файл может быть в разном формате, а скомпилированный файл совершенно уникальный. Его можно подсунуть любому другому приложению, которое в это умеет. И она будет брать из этого же самого домена переводы и отлично работать. Для этого надо скомпилировать. Для этого существует следующий инструмент, который называется побабель-компайл. Так. Значит, давайте посмотрим, где мы каталог этот самый... А, видимо, рядом надо скомпилировать. Потому что каталог был ПО, да? Да, да, нет. Да, каталог был ПО, значит, он будет искать где-то рядом там эту штуку. Значит, побабель-компайл. Что компайл? А, домен. Домен мы с вами знаем какой. RuruD8. Директори по input файл, где-то там лежит по вот этот input файл, кажется, все. А, да, спасибо. Домен msg, внимательный сокращенец. А это локаль. О, теперь все сработало. Как видите, он поместил прямо рядом с нашим msg.po файл под названием msg.mo. И он как раз, этот msg.mo, он вполне себе двоичный. Там содержатся какие-то строки наши. А еще там содержится какой-то код. Это некоторый универсальный байт-код, который надо выполнить, чтобы поинтерпретировать, чтобы перевод сработал. Ну что, барабан и дробь. Упс. Оно заработало. Оно заработало, и обратите внимание, сразу заработало с поддержкой слова форм. Там, где она нужна. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут как раз нам надо это проделать, потому что это русский язык. Но оно тоже сработает, верьте мне. Понятно, издело, что нечему тут портиться. Но давайте, значит, давайте мы сделаем так. RUX равняется. Ладно, не буду извращаться, не буду пудрить вам мозг. Значит, 0, 1, 2 мира, 3, 4, 5 миров, скажем, 11 все еще миров, 21 мир, да, 105, 104 мира. Вот эти все, вроде бы разные варианты мы пощупали, да? Не, ну, как это, против алгоритма не попьешь. Добавьте отрицательные дробные числа. Я говорю, сокращенец, еще комплексный, да. Вот, значит, смотрите, то есть, вот программу минимуму мы, в принципе, даже программу оптимум мы выполнили. У нас хотя бы перевод нормальный. Обратите внимание на то, что тот UX, которым вы пользуетесь для представления перевода, обязан обрабатывать строки разной длины. Вот это вообще никак не относится к понятию перевода, но это относится к понятию локализации. Если у вас UX с попиксельно забитыми размером вывода текста, у вас будут проблемы с переводом. Ну, хотя бы потому, что русский язык обычно примерно на четверть-треть длиннее, чем английский. Вот. Да. А в какой момент произошла магия и подтянулась локаль? Когда мы написали... А, она потянулась, потому что она у нас в системе включена. Она потянулась системной, да? Да, она потянулась системной. Более того, вы можете, если хотите, переключить прямо в приложении локаль, и переводы перестанут переводиться. Давайте это сделаем, потому что такой... Потому что полтора мира и минус пять миров, да, это, конечно, интересно, но полтора мира это точно не переводится, мне кажется. Вац. Все-таки мы... Да. Ща. Локаль переключить. Давайте, такой пример был. Такой... Это будет в домашнем задании под праку 321 групп. Вы имеете это в виду. Поэтому, да. Ну вот, смотрите, тут не так все сложно. Ой, тут как-то некое мелкое извращение. Видите, что я сделал? Я один и тот же перевод. Он ходит к разным функциям. О, значит, смотрите. Когда вы хотите переводить на... Из разных доменов или на разные языки, вы просто должны предусмотреть разные функции перевода. 20. Такая же история, если вы хотите переводить... Допустим, у вас есть домен для названий на интерфейса и домен для общения персонажей в игре. Да? Очевидно, что у них может быть очень разная термологическая сетка, и вы решили сделать два разных домена. Тогда вы просто определяете разные функции перевода, такую и сякую. И просто пользуетесь разными функциями перевода. В этом случае, который мы разбирать не будем, вы должны, когда делаете pbabile-экстракт, явно указывать, как называется ваша функция getText с помощью ключика минуски и с помощью noDefaultKeyWords. Вы просто говорите... Вот она называется так. Вот. А в этом случае, видите, я схитрил... Давайте это скопипастим. Да? Я схитрил, определил два разных варианта локали. Что там? У него сколько у inged-text? Три параметра, да? А зачем мне знать, сколько у него параметров? Так. Нет, слушайте, там все хитрее. А, нет, все нормально. Это, смотрите, вот это, это не локали, это корпуса переводов. Тут неправильное слово локалис. Давайте мы его заменим. Вот. Да? Два разных корпуса переводов. Мы просто вынем из него... Человек спрашивает, как вас задать LC чего в системе? Это LCO, скорее всего. Тут очень удобная кнопочка. Прямо вот на последней сообщеньке, и это неотменимо. LCO в системе. Знаете, как задать LCO в системе? Написать LCO равняется что-то. Нет, давайте сейчас сначала все допишем. Вот. Ну и, собственно, вот. Так. Тогда нам вот эту не нужно вообще. Да? Все. Только здесь TRA. ВОС. А здесь напишем MSG. Обратите внимание на то, что... Еще у нас здесь локаль RU. Это список локалей, которые мы поддерживаем. ВОС. Вот мне не нравится слово RU. Я бы здесь написал RU RU UTF-8. Да? Да. Давайте мы вернемся. Вот. Давайте ради этого красного словца FullBlock True тоже запустим, чтобы она не падала. Хотя нет, пускай падает. Мне это мало волнует. Так. Что тебе не нравится? Локали. А, импорт локали. Вот. А вот это все нам не нужно теперь. О. Так. Ага. Там слово Translations. Translations. Ну, Translations это, конечно, плохо. Но мне кажется, что от этого не пострадает. Вот. Ничего, но кроме здравого смысла. Вот. Человек тут... Пришел человек, который делает замечание про какие-то сишные функции. Но сишные функции меня мало волнует. Так. Кажется, это все. Теперь можно сделать переключение локалей. Да. Только это не локалей, естественно. А теперь у нас называется Translations. Ну, что, пробуем? Не получилось. Что я сделал неправильно? А, а локаль с от локаль я сделал? Нет. Молодец. Да. А волшебное слово LCOL это... Да. Значит, по LCOL сейчас расскажу. LCOL это вот что. Сейчас, секунду. Давайте мы все это проделаем, чтобы у нас оно все работало. И творос. Когда вы взываете в Linux, например, команду локаль, она вам выдает целую кучу разных настроек про то, как разные части, требующие локализации, представимы. Вот. А LCOL перебивает их все одновременно. Чтобы не писать вот столько переменных окружений, вы можете написать LCOL равно C, и все, оно вот заработает. Вот. Такие дела. Кстати, обратите внимание, мы в результате финишировали в программу, которая насильственно переводит именно на русский язык. Вот. Даже если локаль в системе стоит другая. Можно, кстати... Ну ладно, не будем извращаться. Мы лучше по-другому извратимся. Так. Мы на самом деле... Значит, мы на самом деле не посмотрели еще вот это. Давайте-ка мы посмотрим вот это. Мы внесли новый текст в нашу программу. Слушайте, если у вас есть вопрос, задавайте. Вот эта функция локаль-сетлокаль, она же меняет только для питона локаль? Как он его... Для текущего процесса она меняет локаль. Да, это системная условно функция. Вот. Она в разных операционках работает немножко по-разному, но, по идее, достаточно кроссплатформенная настолько, насколько питон кроссплатформенный. Смотрите, что мы сделали. Обратите внимание, что слово локаль не переведено, но, тем не менее, работает из-за фуллбека, который мы здесь включили. Вот. Мы его не включили. Она все равно работает. Ну и ладно, пускай работает. Вот. А! Не включили. Возможно, он не нужен. Не знаю. А, фуллбек падает, если такой локали вообще нет. А локально это есть. У нас переведенный даже скомпилированный файл есть. В нем нету перевода сообщения локаль двоеточий. Вот. Как обновлять перевод? Сначала нам нужно снова сгенерить новый шаблон. В связи с этим сразу предупреждаю. Под файл это генерат. Его не надо хранить в гите. Вот. Его можно хранить в гите, но имейте в виду, каждый раз, когда вы пытаетесь перегенерить шаблон, в нем меняется дата его произведения, поэтому у вас весь гид будет загажен постоянным коммитом, значит, вот этого под файла, в котором изменилась только дата. Не делайте так. Вообще его не надо хранить, потому что при каждом переводе его все равно надо перегенерять, при каждом обновлении перевода. Так что мы делаем снова экстракт. Нет. Экстракт я сказал. И генерируем новый темплейт. В этом темплейте естественным образом появится новый перевод, вот этот локаль. Теперь нам нужно сделать следующую вещь. Нам нужно слить новый шаблон со старым переводом, чтобы получился новый перевод, в котором, возможно, есть непереведенные вещи. И это прямо отдельная команда, которая называется пебабель-апдейт. У пебабель-апдейт есть одна интересная фишка. Это так называемый фазе-транслейшн. Давайте мы ее тоже применим. Мы слегка изменим наш перевод, наш исходник. Посмотрим, что получится. Ну что, значит, делаем пебабель-экстракт, делаем пебабель-апдейт. Так, что он хочет от нас? Ну, как обычно, он почти наверняка от нас хочет. Домен, локаль, каталог. А дальше давайте смотреть. Инпут файл. Это горшок, да? Минус input файл, это msg-pot. Под. А вот... Output файл можно не писать. Что, все? Output gear есть, вот он. DPO. Да, все сработало. Давайте посмотрим теперь на это. Красота. Все на месте. И вот обратите внимание на искусственный мозг. Видите значащий комментарий? Решетка, запятая, фазе. Это так называемый фазе translation. Git-текст за нас определил, что вот этот перевод, вернее, вот это сообщение было похоже на уже переведенное сообщение и вставил сюда это самое переведенное сообщение. Если вы сейчас компилируете по файлу с фазе translation, этот перевод вставлен не будет, разумеется, потому что его должен сначала кто-то проверить. Ну вот мы сейчас его проверим. Уберем фазе, потому что это никому не нужно. Переведем локаль на русский язык. Это будет слово локаль, извините. Жаргон такой. Заново скомпилируем. Заново запустим. Успех. Так, сколько у нас? У нас еще немножко времени есть. Отлично. Как видите, достаточно несложный workflow, удобный интерфейс. Вим мне хорошо помогает в редакторе. На самом деле есть специальный инструмент, который называется Поедет. Вот. Вот он. Не путать с сайтом Поедитер. Это очередной проприетарный... Ну, короче, очередной комьюнити, такой портал для этого дела. Поедет. Вот. Но, в принципе, разные ДЕшки, типа того же Пычарма, во все это умеют. Вот. Если хотите пользоваться Пычармом, пользуйтесь Пычармом. Вот. Значит, я уже говорил, что переводят... Могут нуждаться также картинки. И вот переводить картинки очень легко. Вы просто кладете другую картинку с другим именем и переводите имя этой картинки. Все. Почему нет? Или там шрифт, собственно, нарисованный руками. Просто шрифт с другим именем кладете и переводите имя этого шрифта. Все хорошо, будет работать, будет отлично. 20. Каждый раз, когда вы генерируете... Ну, перегенерируете шаблон, он может не поменяться. Вот. Это было слово commit. Любое слово commit. Шаблон может... Это я неправильно сделал. Вот это не надо добавлять. А, ну окей, давайте я сделаю неправильно, а потом покажу, что не надо. Значит, каждый раз, когда вы перегенерируете шаблон... Видите, сам шаблон не поменялся, но поменялась дата его генерации. Поскольку шаблон, вообще говоря, все равно генерируется каждый раз на ново, и он не нужен при эксплуатации. Ну, при эксплуатации по точно тоже не нужен, только Mo нужно при эксплуатации. Но об этом будем говорить потом. То ни шаблон, ни MO файл в гите хранить не надо. Вот ни этот, ни это хранить не надо. Тем не менее, если вы сейчас запустите на обновленном шаблоне запустите апдейт... то, к сожалению, изменится также и перевод. Вот он. В нем тоже изменится только генерейшн дейт. Для того, чтобы этого не происходило, используйте дополнительный ключ к экстракту, который длинный такой и называется, он, это я сегодня узнал, когда лекция к лекции готовился, называется он Ignore Pod Creation Date. Че? Не экстракт, апдейт. О! Вот. Да? То есть вот мы сделали экстракт. Еще раз давайте проверим. Вот это не нужно здесь. Это как дейт. Горшок поменялся. Сделаю апдейт. Не поменялось, потому что не поменялось ничего, кроме creation date, а мы его проигнорируем. Вот. Это чтобы не засорить гид. Последняя тема. Да. Не уходя на этот вопрос. Во-первых, почему мон не надо кидать в гид? А зачем? Это бинарник, который компилируется каждый раз, когда вам нужно его поменять. Мон надо кидать в дистрибутив, когда вы формируете дистрибутив для установки. Зачем в гиде бинарник хранить, который все равно является генератом? Вы же не храните скомпилированную программу в гиде. Или храните? Ну, вообще не планировал. Вот. Это генерат. Генерат в гиде не хранятся. И тогда другой вопрос еще. А можете вернуть консоль? Вернуть консоль? Вот. У нас, мы говорили, что у нас положилась волшебная бабочка. Locale messages? LC messages, да. А какие еще бывают? И вот такие. А вот как с ними работать из-под гидтекста в питоне, я не знаю. Как все знаю, как в питоне, не знаю. Можно посмотреть. Значит, у нас есть еще одна интересная тема. Я хотел бы ее по-быстрому проделать. Высок вопрос просто, так сказать, по совместной разработке. Да. Допустим, мы работаем, мы зарабатываем, вы кончаете, кто-то работает в гуи. Мы работаем, мы работаем в гуи. В какой момент вы его должны переводить? На этапе разработки вы сразу закладываете какие-то моменты, чтобы... Ну, смотрите, на этапе разработки вы сразу закладываете моменты, что когда вы его переведете, все будет выглядеть по-человечески. Используйте нормальный дизайн, да, используйте нормальную геометрию. Вот это все. При этом переводить не обязательно. Возможно, на этапе разработки стоит сразу все обмазать гидтекстом, чтобы просто не париться и не делать это потом. Возможно, даже можно придумать какой-то полиси, относительно которого часть строк, которые не надо переводить, они как-то так оформляются, что они не переводятся. Ну, например, там, три кавычки ставить. Не знаю. Или по-астрофу вместо кавычек. А все, что в кавычках переводится, ну, как-то так. Но, в принципе, переводить можно потом. Если у вас интернационализация проведена, то локализация может быть когда угодно. Ну, то есть имеет смысл процесс интернационализации... Придвинуть к началу разработки, да, чтобы потом это... В велотекущем режиме, в отдельной ветке, другими людьми, да, да, да. Так, тема. Тема такая, смотрите. Нет, не эта тема. Вот эта тема. Давайте почитаем вот эту строчку. Точнее, их тут целых две. Здесь написано на синтаксе, который внезапно очень похож на тернарные выражения в Си. Помните такую тернарную операцию? Двоеточивый вопросительный знак. Здесь написана формула, согласно которой мы, в зависимости от значения числа, выясняем, какую словоформу из множественного... Единственную, маломножественную или множественную нужно использовать для того, чтобы переводить это соответствующее существительное в нужную форму. Если внимательно посмотреть, то тут написано буквально следующее, что если остаток от деления на 10 равен единице, а остаток от деления на 100 не равен 11, тогда это единичное, единственное число. Потому что... Потому что это так. Потому что 20... Короче, потому что из всех, значит, единичек только 11 является множеством. Ежели нет, тогда смотрим, что остаток от деления на 10 больше 2 и меньше 4. 2, 3, 4. Это маломножественное число. Но с условием, что это не 1, да, это не 14, 15, 12, которые тоже многомножественные. И тогда это первая форма. А если не то, не другое, то вторая. В общем, для тех, кто программировал на C, это при некотором напряжении можно эту строчку прочитать. Эта строчка компилируется. Это, собственно, та причина, по которой мы компилируем текст из PO-файла в MO-файл. Давайте эту строчку изменим. Она значащая. Давайте туда добавим еще одну форму единственного-единственного числа, когда мы говорим не «Привет, один мир», а «Привет, мир». Чтобы, значит, сэкономить время, схожу по ссылке. Вот. А, мне не нужно сказать, у меня есть х-рассылки, у меня есть патчик. В этом патчике мы напишем, что если n равно четкой единице, ровной единице, тогда это третья специальная форма, в которой не надо говорить число. пробуем. Н равно... здесь n равно единице тогда это точно 3 3 форма а иначе все остальное А, n plurals надо увеличить на единичку, а где? Четыре, да. Спасибо. Спасибо вам, спасибо этому самому. Тут он, правда, почему-то… Сейчас, а здесь как в патче? Здесь также. А что он ругается, я не знаю. Ну ладно, пускай ругается. А, он ругается, потому что здесь… О, он и ругаться перестал. То есть он заразу умеет это парсить. Ну чё, проверим. Компайл. О, один мир, а двадцать один… Вот, вот, вот она разница. Видите? Двадцать один, двадцать один, а один, вот, привет, мир. Модифицировали эту штуку, она работает. Вот. Ну вот, собственно, что я хочу сказать напоследок. Значит, памяти переводов в конкретном… В этом самом… В конкретном… Бабеле нету. Хотя она есть в Git-тексте, потому что команда msg-merge, которая на C написана, там можно указать много подфайлов, и в одном из них просто держать память переводов. Но, к сожалению, почему-то… почему-то Бабель умеет только в один подфайл. Надо, кстати, поисследовать, может быть, он умеет в несколько. Зато в Бабеле есть такая штука, вернее, в Git-тексте, есть такая штука, называется Translator comments. Translator comments – это значащий комментарий в вашем коде, который обязательно начинается на пробел node, двоеточие пробел, и в этом случае он попадет в ваш PO-файл. Это как раз нужно для ситуации, когда вы хотите переводчику сказать «Чувак, не переводи отмены отменить в этом месте, переводи как-нибудь по-другому, пожалуйста». Вот. Ну, у нас времени уже нет, чтобы это опробовать. Значит, домашнее задание, догадайтесь с одного раза, предусмотреть, в первую очередь, интернационализацию в том продукте, который вы делаете. Если вы по очищанию делаете что-то, что вообще никогда, нигде не нуждается в переводе, вы попали, вам придется переводить документацию. Ваза. 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 Ну, да. И начать ее переводить потихонечку. Запоминаем, что генераты в Git не кладутся, MoFileGit не кладется. Под файл, вообще говоря, тоже в Git класть бессмысленно, потому что он все равно, он либо тот же самый, либо надо каждый раз перегенерирует. Вопросы? Вопрос. Вопрос. Еще раз. Видимо, я не очень понял. Что такое MoFile? Скомпилированный по файлу. Зачем он нужен? Чтобы именно его читает исполняющий программы, GitText, когда работает, ничего другого не нужно при работе программы. Только он кладется в пакет. Все остальное – это исходники. То есть они у нас лежат здесь рядом, да, смотрите, вот он работает. Вот если удалить MoFile, PoFile, он работать не перестанет, а если удалить MoFile – перестанет. То есть MoFile должен банально генерируется при сборке всего? Да, да, да. А когда мы с вами будем делать пакетированный дипломент, он должен входить в пакет, потому что без него работать не будет перевода. Все? Еще вопросы? Если больше вопросов нет, а то время у нас уже закончилось, тогда всем спасибо. С некоторыми из вас, я надеюсь, встретятся вечером у вас. А с остальными, значит, через неделю. Все, спасибо.